Доброе утро, дорогие друзья. В Югре стартовал проект Банк студенческих стажировок. Его реализует Ханты-Мансийское региональное отделение общественной организации Молодая Гвардия Единой России. И сегодня об этом мы поговорим с членом регионального штаба Молодой Гвардии Антоном Тимошенко. Антон, доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам о проекте. Он ведь реализуется и на федеральном уровне. Да. В первую очередь Банк студенческих стажировок – это федеральный проект. В нем сегодня уже принимают участие 57 субъектов Российской Федерации. Получается, Югра вошла в их число с начала текущего года. С 2017 года, да. И мы реализуем этот проект. А где можно больше узнать об этом проекте? Куда обращаться? Где поискать информацию? Наш проект, если мы говорим глобально, у нас есть сайт банкстажировок.рф. Кириллицей набирается. Кириллицей, да. Это наш домен. Но если на локальном уровне, в рамках субъекта, то у нас есть группа. Мы создали недавно ВКонтакте. То есть там дополнительную информацию можно найти? Да. В конце концов, там можно найти контакты и обратиться к любому из нас. Так, хорошо. А как этот проект сейчас проходит и реализуется в Югре? То есть что он из себя представляет? Сейчас мы налаживаем контакты с работодателями. Так. Проводим различные мероприятия. Вот, например, у нас 29 числа на базе ЮГУ в 2 часа состоится мероприятие. 29 ноября. Ноября. Ноября, да. Это завтра. То есть буквально завтра. В котором у нас пройдет встреча профессиональных журналистов. Журналистов всех видов. Это и печатники, и телевизионщики, и радио. И электронные средства массовой информации. Все, 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 абсолютно. Вплоть даже до производственных СМИ. То есть пресс-пресс-службы. И да, пресс-службы. И они расскажут, в чем смысл их работы и основная суть. И смогут в формате панельной дискуссии пообщаться со студентами. После чего студенты, самые проявившие себя грамотно в данной дискуссии, получат сертификаты, приглашения на стажировки. Так, а студентов вы приглашаете на данную конкретную встречу только те, кто учится на факультете журналистики или вообще всех желающих? Студенты приходят, все желающие. У нас афиша не несет каких-то ограничений. Ну, конечно, это все студенты, которые учатся на журналистике в первую очередь. Мы просто их приглашаем. Да, потому что это профильное образование. Да, это их. Пригласили с колледжа технологопедагогического. Ну, это же узнать больше о профессии. Почему бы и нет? Хорошо, Антон, а вот еще, какие компании поддержали этот проект в Югре? И вообще, что нужно компании, для того, чтобы сейчас услышали, получили информацию, войти в этот проект, быть готовы для того, чтобы пригласить к себе на стажировку желающих студентов и молодежи? С 2017 года, да, как говорил, мы уже работаем. И у нас есть опыт работы с такими предприятиями, как правительство Ханты-Мансийского округа. Ну, это хорошее предприятие. Дума Ханты-Мансийского округа, Газпромнефть, очень социальное предприятие, которое откликается практически на все наши запросы. Были экскурсии, были мастер-классы, были стажировки. Несколько студентов взяли на стажировку в Думу и одному даже предложили работу. По результатам? По результатам, да, стажировки. Не знаю дальнейшей судьбы, но факт вот такой. Ну, получается, это все равно же конкурсная какая-то основа. Если говорить про ту же стажировку в Думе, то есть было, например, 10 студентов, отобрали после собеседования трех. Конечно. Не каждого приглашают. Приглашают, допустим... Не, приглашают к участию каждого, но отбирают лучшего. Отбирают лучших, но мы расширяем нашу географию и планируем во всех муниципалитетах создать свои ячейки, благодаря которым студенты смогут найти стажировку, практику, посетить экскурсии, мастер-классы. А вообще любая компания округа может разместить вот вакансию и объявление о стажировке. А сейчас работодатели услышали тоже обращаться к вам где-то на страничке в соцсетях ВКонтакте? Можно через ВКонтакте, можно через федеральный сайт. Региональное отделение молодой гвардии по Канты-Мансийскому округу Югре, да? В том числе, да. У нас с каждым предприятием свои фишечки, так скажем, в работе. Отношения. У одних вот такие вот правила. Вот нам нужно вот это, вот это, вот это по перечню. Другие говорят, мы вот можем тогда-то принять студентов в определенный сезон. Третьи говорят, у нас вот есть такие виды работы, и нам нужны вот такие удостоверения будут, чтобы у них были. Поэтому мы подстраиваемся и мы работаем. То есть не везде квалифицированный труд, а самое главное, чтобы человек, ну, хотя где-то, и по специальности требуется хотя бы какие-то минимальные корочки, да, образование какое-то. Ну, мы все-таки стараемся работать со студентами, у которых есть квалификация, которые учатся в определенном направлении, да, соответственно. Хорошо, ну что, я считаю, что это перспективно. Дорогие друзья, если еще раз, если вы являетесь молодым человеком, здесь возраст имеет ограничение только те, кто проходит обучение по очной форме в высших учебных заведениях? Возраст не имеет ограничений. Мы работаем как со школьниками в рамках профориентации. До 30 лет. Если в душе человек молод. О, это про меня как раз. Дорогие друзья, вот видите, сейчас внизу экрана. Банкстажировок.рф. Если вы заинтересовались этим проектом, обязательно зайдите и полюбопытствуйте. Я уверен, что со временем каждый желающий для себя найдет стажировку, а соответственно в дальнейшем будет обеспечен работой. Антон, большое спасибо, успехов желаю вашему проекту и в очередной раз, как будет интересной информацией и о развитии этого проекта, мы ждем вас в нашей программе, в нашей студии. Спасибо вам. Спасибо и хорошего дня.